Ну, здравствуйте, дорогие мои товарищи, друзья! Все, кто находится и вот здесь сейчас у экранов, потому что у меня на кухне всегда вкусно, интересно, ароматно. Жаль, что вы не можете попасть прямо ко мне на кухню. Ну, с другой стороны, у меня кухня маленькая, все, конечно, не поместятся, вас много, я один. Но зато я вам всегда что-то рассказываю, даю такие идеи для ужинов, обедов, для праздников, для всего прочего. Выберитесь с удовольствием эти идеи и адаптируйте под себя, там смотрите, что и как. Сегодня очень простое блюдо, у меня сегодня по плану грудка индейки, вот у меня индилайт, видите, стоит коробочка вот такая. Это чистое филе, мясо диетическое, для любых диет, фитнес, питание подходит, допускается для аллергиков, для детей, удобно, вкусно, нежно, готовится в считанные минуты. Не читатом говядине, свинине, с которой надо заморочиться. Поэтому индейка у меня сегодня будет на первом месте. Ну и, в общем-то, вы знаете прекрасно, где ее купить. Она продается везде, во всех супермаркетах, по всей России. Не только филе грудки, филе бедра, филе голени. У индилайт очень широкий ассортимент продукции. И я ее сразу же, давайте, вскрою, чтобы она находится в газовой среде, чтобы она немножко подышала, так сказать, и пришла в себя. Во, класс. Значит, что я буду делать сегодня? Я буду запекать индейку с овощами. Быстрый такой, в какой-то мере диетический такой рецептик. Во всяком случае, он будет точно без какого-либо глютена. И, соответственно, мы его можем отнести к кето-диете. Значит, смотрите. У меня здесь есть лучок, фасоль стручковая, замороженная. Она у меня уже немножко подоттаяла. Поэтому часть фасоли я накидаю вниз, а часть фасоли потом добавлю сверху. Я из фольги в противень сделал два вот таких вот лотка на две порции. Порции, правда, такие приличные получатся. Но, тем не менее, что ж, индейки много не бывает. Значит, лучок полукольцами. Духовку поставил на 230 градусов, верхний нагрев. И решетку, на которой у меня пойдет противень, тоже поставил повыше, чтобы сверху жар фигачил. Значит, так. Сюда немножко лука. Остальной лук вот сюда мы это сверху потом добавим еще. Значит, индейка. Значит, у меня есть один перчик. Я сегодня в крупном супермаркете был и обнаружил, что перчик рамира-то и стоит недорого, и что-то кто-то выращивает его. Хотя, вроде бы, не сезон, но можно взять любой болгарский перец. Перц. Но красный болгарский перец был дороже, чем рамира, поэтому я его и взял. Значит, берем перчик, режем произвольно, так, чтобы удобно было есть. Но так как у нас фасоль стручковая, как бы, имеет форму длинную, я поэтому предполагаю, что как раз длинная форма нарезки и будет хороша нам для этого блюда. Значит, перчика мне достаточно будет одного. О, половинку туда, половинку сюда. Смотрите, гамма какая симпатичная получается. Значит, индейку нарезаю тоже такими длинными пластинками. Ну, не пластинками, я не знаю, стрипсами, там сейчас модно так говорить. Куда поехали стоять? Вот так вот сюда складываю. Вдоль, короче, режем такими палочками, размером с палец указательный. Опа! Просто ничего лишнего не надо с ней делать. Можно, конечно, перемолоть во фрикадельки. Фрикадельки тоже будут неплохо в этом блюде. Но я вам предлагаю максимально простое решение. Все у нас сегодня будет такое продолговатое. Так, я, наверное, универсальной приправой это все приправлю своей любимой. Здесь и соль есть, и специи. Вот так вот все раз обильно прям. Посыпаю. И можно еще черного перчика. Он как раз-таки тоже, говорят, для диетического питания очень сильно подходит. Шучу, конечно. Солить чуть-чуть, да. Ну, если говорить совсем про диетическое, то, конечно, соли надо минималочку туда. Ну, я, вы знаете, немножко тоже насыпал для вкуса. Много же там нету соли. Универсальную приправу можно вот сюда немножко добавить на дно. Потом кусочек масла. Пока я тут индейку мариную. Кусочек масла. Большой кусочек масла. Вот такой большой кусочек масла. Отправляю расплавиться. Мне нужно будет вкус сюда внедрить. Значит, обязательно. Чеснок любимый. Кстати, мега диетический. Это просто корешок. Я не знаю, почему в диетическом питании избегают чеснока. Все время оно какое-то постное, какое-то невкусное. Это, конечно, не диетическое питание. А то я так много говорю про это. Ну, просто индейка такой диетический продукт. Полезный, вкусный. И как-то так на язык само липнет. Типа диетическое питание. И думаю, зачем я это говорю? Давайте сделаем вкусно просто. Оп. Вот сюда. Отправляем чеснок. У меня есть немножко лимона. Чуточку поддавим его. Остатки я выдавлю потом сюда. Все. Чеснок, лимон, специи. Индейку чуть подмариновали. Цвета мне не хватает у нее. Цвета. А что у нас тут? Приправ для курицы. Вот для цвета мы сейчас ее добавим. Ох, тут паприка какая яркая. Красивая. Отлично. Немножко растопленного масла сюда. Все. Я аккуратно перемешиваю. Я редко, когда использую такие вещи, как сливочное растопленное масло добавить в маринад для птицы. Но это, в общем, создает другую вкусовую гамму. О, и ароматика другая стала. Индейка универсальный продукт. Тут что добавить к нему, такого вкуса она и будет. Как шпинат. Томаты черри. Целиком хотят попасть. Но я их предлагаю все-таки порезать. На две части. У меня еще, кстати, кабачок есть. Половинку кабачка. Добавляем вот сюда. Режу крупно. Овощи хочу, чтобы остались аль денте. Теперь индейку. Фасоль, лук. Оставшуюся индейку сверху. Мощные такие порции диетические получились. Но нам надо, чтобы было все прям супер вкусно. Так и будет. Ну, и томаты черри сюда закидываем. Теперь у меня остался еще один зубчик чеснока. Его надо не давить, а просто так очистить. Мне нужны слайсы. Значит, остатками лимона немножко еще поливаем. Соли, надеюсь, хватит. Ну, если не хватит, как бы досолить можно всегда позже. Потом растопленное сливочное масло. У меня здесь духовка уже зовет, говорит, пора вставить. Маслом сливочным поливаем. Оно и вниз течет. Там будут овощи готовиться. Будут овощи готовиться. Все на самый верх. Смотрите. Видите, у меня прям... Если я поставлю решетку на более высокий уровень, мне тогда противень не залезет. Поэтому я вот насколько возможно поставил 230 градусов. Ставлю 15 минут. 15 минут поставлю. Если вдруг будет ощущение, что мало времени, можно будет еще 5 минут добавить. Ну, то есть вы как бы достаньте, посмотрите, что у вас там происходит. И поймете сразу. Возьмите одну фасолину. Ну, я еще раз повторяю. Я сам лично для себя в этом блюде вижу овощи аль денте. Сок индейка даст. Внизу даст сок еще и овощи. Это все чуть-чуть подпарится. Но верхний жар должен мочить мясо. Прям серьезно. Можно сделать так. Если у вас по объему получилось много, вы можете через 10 минут достать, распотрошить, потому что мясо ужарится слегка. Распотрошите, немножко перемешайте. И еще раз поставьте. Еще там на 10 минут. Так тоже можно. Следите, в общем, за этим блюдом. Потому что это же не выпечка, соответственно. Мы здесь должны ориентироваться по ситуации. И вы должны уметь это делать. Потому что, ну а что, вы зря, что ли, смотрите мой канал. Я же вам должен накидать каких-то вариантов, для того, чтобы вы понимали, как ориентироваться. Так, кстати, никто не делает. Все, теперь ждем. Аромат потрясающий. Смотрите, все получилось прикольно. Так, как мне и нужно было. За исключением одной маленькой штуки. Вот 20 минут простояло. Больше точно нельзя. Потому что стрипсы из индейки тонкие. Они просто-напросто высохнут. И, в общем, смотрю, помидорочки начали подзакипать и так далее. Я для вкуса всегда настойчиво предлагаю добавить сюда горелочку. Для того, чтобы... О, видите, дымок пошел. Кайф. Это все кайф. О, какой аромат. Выкладывать я ее не собирался. Это все ставится прямо на тарелку и отдается с куском хлеба, чтобы вымакивать все, что образовалось там. Поэтому я сразу же буду пробовать ее. Так, фасоль. Ммм. Томатик. Мягкий. Индейка сочная. Лично мне не хватает соли. Но я вас уверяю, если бы это в жене моей в руки попало, она бы сказала, не надо ничего досаливать. Все нормально. Натуральный вкус. Помидорки сладкие. Перчик аль денте. Ну, зожженный такой получился рецепт, конечно. Надо же не видеть все равно. С этого края посолю. Там, где буду пробовать. Очень вкусно. Индейка, конечно, готовится... Ну, давайте, чтобы ни у кого сомнений не было. Вы знаете, да, как выглядит индейка сырая. И вот так она выглядит готовая. Смотрите, вся белая. Маленькие кусочки, быстро жарится. Очень хорошо, классно получилось. И, в общем, довольно быстро. Все, прощаюсь с вами. Пока.